Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе и по теме сегодняшнего совещания, в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые, нам очень трудно будет двигаться дальше вперед. Поэтому пришлось сегодня поломать свой график, решила о текущем моменте, о реагировании органов власти на ситуацию. Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку, ну, красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну, как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, замыкание рельс осуществлять. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге и катастрофам и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Сегодня, как доложили, уже перерезали несколько светофоров в Минске, ломают, крошат то, что создавалось всем государствам в Минске многими десятилетиями или годами. Ну, а самое главное, люди устали это все терпеть. И, естественно, власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ. Поэтому, когда переступается красная линия, власть должна реагировать. В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь, никого не надо уговаривать. Ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Не хотят рабочие работать? Не надо. Но их единицы, которые не хотят, студенты, пришли учиться. Учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели. Их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю, никого не просите и не уговаривайте. Это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать. Вы видите, что они испробовали по этой методической цветных революции. Уже 7-8 этапов прошли. Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь. В связи с этим я вот пользуюсь случаем, хотел бы еще раз обращаюсь к родителям, студентам, школьникам. Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова